Си Цзиньпин заявила о необходимости всестороннего усиления управления военным делом. Представители стран БРИКС обсудили вопросы безопасности и стратегического сотрудничества на встрече в Йоханнесбурге. Ледокол Сюэлун-2 прибыл в Чукотское море для проведения исследований. Медиакорпорация Китая и Министерство культуры КНР подписали соглашение о сотрудничестве. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность всестороннего усиления управления военным делом. Такое заявление он сделал на коллективной учебной сессии с участием членов Политбюро ЦК КПК. Заседание состоялось в преддверии Дня народно-освободительной армии Китая, который отмечается 1 августа. Глава государства отметил, что всестороннее усиление управления военным делом – важный шаг в преобразовании способа управления армией со стороны Коммунистической партии Китая. В первую очередь это необходимо для ускорения темпов модернизации в сфере национальной обороны, а также для раскрытия потенциала государственного управления. Си Цзиньпин призвал создать современную систему управления военным делом. По его словам, это будет гарантией достижения целей, которые приурочены к столетию создания народно-освободительной армии Китая. Руководитель страны обратил внимание на то, что усиление управления потребует комплексного подхода, координации между различными ведомствами, эффективного управления и надзора за военными расходами, а также внедрения инноваций. Все вместе это приведет к расширению реформ в области национальной обороны и вооруженных сил при четком исполнении соответствующих норм и правил. Глобальные проблемы и вопросы кибербезопасности – эти темы заняли центральное место на встречах представителей по национальной безопасности стран БРИКС в Йоханнесбурге. В ходе совещания высокого уровня глава МИД КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что Китай выступает против создания цифрового железного занавеса и превращения интернета в поле битвы. Он отметил, что основная концепция всемирной сети с момента ее создания – открытость. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что в Китае высоко ценят безопасность киберпространства и готовы сотрудничать с другими сторонами для оптимизации управления этой сферой. По словам китайского дипломата, при создании открытого и инклюзивного интернет-пространства все страны должны придерживаться принципов честности и справедливости и противостоять любой форме гегемонии. Еще одна ключевая тема прошедшей встречи – это отношения Китая с другими государствами БРИКС для защиты общих интересов развивающихся стран. Так, по словам министра иностранных дел КНР Ван И, китайско-российские отношения прошли проверку изменчивой международной обстановкой и стали более зрелыми и устойчивыми. Во время переговоров двух стран секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цель Москвы – это укрепление стратегических контактов и расширение практического сотрудничества с Китаем. Это также включает более тесную координацию в рамках международных структур, среди которых БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Ван И отметил, что Китай готов к сотрудничеству с Россией для защиты совместных интересов. Также в Йоханнесбурге Ван И встретился с министром иностранных дел ЮАР на Леди Пандер, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Давалом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадиеном и главным советником президента Бразилии Сэлсо Амаримом. Китайский ледокол Сюэлун-2 прибыл в район Чукотского моря. Там ученые проведут ряд исследований в рамках 13-й арктической научной экспедиции. Ее главная цель – изучение срединно-океанического хребта, а также атмосферы, морского льда, окружающей среды, совокупности экосистем и загрязнений. Участники отправились в путь из Шанхая 12 июля. Общая протяженность запланированного маршрута – 15,5 тысяч морских миль. Ожидается, что судно вернется домой в конце сентября. Результаты исследований позволят расширить возможности Китая в области охраны Северного ледовитого океана. В ходе миссии китайские ученые будут сотрудничать с коллегами из России, Таиланда и других стран. Медиакорпорация Китая и Министерство культуры и туризма КНР подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о кооперации в области распространения новостей, формирования общественного мнения, интеграции средств массовой информации и международных коммуникаций. Самое главное – медиакорпорация и министерство будут совместно выполнять культурную миссию в новую эпоху. Первой вехой реализации соглашения стала церемония запуска программы «Красота для всех». Глава медиакорпорации Китая Шэнь Хай Сюн отметил, что они будут плодотворно сотрудничать с Министерством культуры и туризма для усиления взаимодействия в области культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова